Добро пожаловать в ПФЛ. У меня есть Мурад Рамазанов, который уже подписан с ПФЛ. Он не имеет депута, но я не думаю, но я хочу узнать его впечатление в одной из самых крупных промоточных промоточных в мире. Итак, первое, Мурад, как ты чувствуешь сегодня? И я думаю, что ты очень рада, чтобы получить новую промоточную домашнюю домашнюю? Мурад, первый вопрос, как ты сегодня себя чувствуешь? И сразу же, как ты воспринял новость о том, что ты подписал контракт с ПФЛ? Я хорошо себя чувствую, готов, заряжен. Я очень рад, что я подписал контракт с ПФЛ. Это очень для меня такая ступень в моей карьере, в моей жизни. И я рад, что буду идти вместе с ПФЛ, добиваться ваших высот. Спасибо за субтитры. Спасибо, я очень рад. Я очень рад, что join ПФЛ. Я думаю, что это хороший новый уровень для ПФЛ, чтобы expand и двигаться дальше. И так же еще для меня. В моей карьере. Я думаю, это очень хороший уровень для меня, для меня и для нас, для меня и для меня, 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 чтобы помогать. Я очень рада про это. Да. И, конечно, конечно, люди знают, что ты знаешь, своим в школе чём. Я думаю, что случилось там? Ты думал о восстановлении с ними? Ты просто был свободным агентом? Пфл подошел в твои глаза? Пожалуйста, поговорите мне о решении, превратить от Пфл. Многие люди в мире ММА уже узнали тебя из Пфл. И можешь рассказать, что дальше произошло? У тебя контракт закончился, а ты уже как бы стал свободным агентом? Или как-то тебя просто переманили в Пфл? Как это произошло? Ну, я хотел в той организации, где я нахожусь, всегда хочу быть первым, быть лучшим чемпионом. Я перебил всех, но так и не получил своего пояса. И не видел дальше перспектив, чтобы его получить. И как бы подвернулась возможность выйти и двигаться с Пфл. И очень рад я этому, что у меня так подвернулась возможность. И я думаю, в Пфл я буду намного активнее и рады своих болельщикам и красивыми, яркими, зрелищными поединками. Когда я представлюсь в Лиге, я всегда хочу быть активным. И я хочу быть лучшим. И с Пфл, что произошло, я уничтожил всех. Я уничтожил всех. Я уничтожил все хорошие оппоненты. И еще я не смогу получить билет и финал shots. И я просто не уверен, что это было правильно. И с Пфл, я просто вижу это лучше для меня сейчас. Я чувствую, что я могу увеличить и уничтожить. И уничтожить больше оппонентов. И я буду сейчас подвести все мои efforts и тренироваться. И проверить, что я лучший в Пфл. И один из самых больших чемпионов в Азии. В Азии есть очень большая большая. Но я думаю, что у нас будет много людей. И я думаю, что у нас будет больше пфл. И я думаю, что у нас не видит Пфл. И я думаю, что вы знаете, какой-то из самых важных вещей. И я думаю, что ты тренировался с Хабибом и Исламом. Как ты начинал в ММА? И как ты начинал с этими людьми? Кто тебя смотрел в ВАН, те знают, что там больше идет аудитория из Азии, Северной Америки. Для некоторых людей в Пфл фанатов, ты можешь быть новым бойцом. Вкратце, можешь просто рассказать. Все, конечно, знают, что ты тренировался с лучшими ребятами. С Хабибом, с Исламом. Но немножко можешь рассказать, как ты вообще начал, пришел в мир ММА и как у тебя карьера изначально задавалась? Да, конечно. Я занимался в детстве, как и все в Дагестане, борьбой. Только как принято не вольной борьбой, а греко-римской. А потом, в то время, как я уже в подростковом возрасте, как пошел вот этот бум на популярность на ММА, на грэплинг, на летних каникулах, когда у меня были каникулы по борьбе, я записался, чтобы не пропускать, чтобы заниматься дальше. Я записался на грэплинг, джиу-джитсу. И я был всегда хорошо в борьбе, но я не знал, как защищаться от болевых, как их делать. Я только знал, как игра на приставках, как болевой делать, у меня получалось. Ну и так же я пропускал болевые, и я себе поставил цель, пока я не научусь защищаться от болевых, то я не вернусь на борьбу, так как вдруг мне где-нибудь на улице сделают болевой, или я не буду знать защиту от такого приема детского. И это меня поглотило, это меня полностью охватило. Потом я также уже понял, что я не умею драться в стойке, что не умею защищаться. И вот это как бы, вот это развитие в джиу-джитсу, в грэплинге, ММА меня поглотило, и я понял, что это мой вид спорта. Я всегда наблюдал, всегда смотрел еще за Прайдом, за всеми олдскульными ММА промоушенами тех времен. И вот это стремление научиться этим навыкам меня поглотило, и вот так я начал заниматься ММА. Как раз была популярность, как раз Хабиб тогда только дебютировал, и каждый его бой был как бы, как сказать, очень популярным, и вот так мой путь начался в ММА с тех времен. Ну, с тем я был в детстве, я был в детстве, но не в фрестайле, а в греко-романном виде. Такой был в самом начале, и я был в школе, в школе, в школе. И тогда ММА became очень популярным в регионе. Многие люди начали делать грамплинг, и это было как-то новое, и я начал заниматься ММА. И я начал заниматься ММА. И я также учился в ММА. Потому что я смотрел fights, и я увидел кого-то, и я подумал, что случилось, если я собираюсь собраться? У меня нет фрестайна. Я начал заниматься в школе, чтобы я иметь фрестайна, и никто не может шокать меня на улице, и использовать простые вещи, что я не могу себе defendить. Я начал заниматься экстра-класса, работал мои фрестайны, потому что единственные фрестайны, я помню, чтобы играть видео, это было единственное. И я начал заниматься в это, и я начал заниматься в реальности. Потом я начал заниматься в стрики, потому что я felt that стрики был lacking. Я начал заниматься в боксинге, и я начал заниматься в стрики. И тогда, когда Кабиб started fighting, это было как-то ММА. ММА. И каждый fight, что он видел, все будет смотреть, все будет inspired. И я начал заниматься в ПРАДе, и степи степи степи, что я стал заниматься в стрики, григо-роман, граффлинг, гиу-житсу, гиу-житсу. И я начал заниматься в стрики, и я начал заниматься, что я очень хорошо в это. И, вы знаете, сейчас я вернусь. И когда ты был в этом году, я думаю, это было в 2015, и Кабиб был уже как-то очень знаменимый суперстар, как вы уже говорили. в этом году. Он уничтожил в ММА, в вашей регионе. Так что, для того, как молодой человек, который начинает тренироваться с мегастарами, как он, это было интимидивно, чтобы встать в гим, и я думаю, как быстро это становилось вторым способом жизни для тебя. Если я не ошибаюсь, ты свою карьеру начал в 2015 году, и как раз уже Кабиб в то время входил в самый рассвет, начал набирать большую популярность. Для тебя это как было? То есть, ты был молодой парень, который только зашел, и ты уже с людьми такого серьезного уровня, которые ездят в юг, было как, наоборот, тебя подстегивало, или, может быть, немножко это было даже страшно, то есть, ничего себе, какие люди серьезные, то есть, мне еще далеко до них. Когда ты уже с Кабибом начал тренироваться, для тебя это было больше, как, наоборот, тебя это подстегивало, и давало тебе, ну, дополнительную энергию, либо, наоборот, ты думал, ничего себе, мне еще долго растить до такого уровня. Нет, конечно, я понимал уровень Кабиба, но я очень рад был, что у меня есть возможность тренироваться и видеть воочию, как, такие люди добиваются успеха, и что добиваются они не, проделывая очень тяжелую работу, очень дисциплинированная, очень, это меня мотивировало, я старался тренироваться, спарринговаться, всегда только случаями, я никогда не избегал там, неудобно спарринг партнеров, или которые меня могут побить, а наоборот, тренировался только сильнее, кто мне мог побить, кто мне мог сделать болевой, и себе стоял на каждую тренировку, у меня были как соревнования, цель, чтобы я не уступил, не отдал болевой, наоборот, я преобладал, и подтягивал всегда слабые свои стороны, чтобы быть лучше и сильнее, а это только меня мотивировало, тренироваться рядом с такими легендами, такими целеустреленными бойцами, вот, и только меня мотивировало. Ну, что у вас было найдено то, что ты знаешь, это простая водяку, твоё времяцами в самогоowego, тоже не успешно trad Khabib was, you know, getting in his prime, and I was fully aware that he is one of the best, that, you know, I'm lucky to train with people like him. Every day I was training, making sure, you know, to not miss any submission. I was trying, you know, to be perfect with everything, and it was, you know, a perfect opportunity for me to learn as much as I can, improve myself. So I was learning from that, getting a lot of motivation, and I'm very thankful that I ended up, you know, training with them. These guys helped me to become who I am. Yeah, and as you embark on this PFL journey, I'm sure that they're still helping you out. Have you decided, the other thing that's interesting about your signing with PFL, right? You most recently competed at middleweight. PFL didn't have a middleweight tournament last year. I don't necessarily know they're going to have one this year. So will you be moving weight classes at all? Will you be going to welterweight? I have a question about weight, again, that you were in the middleweight, and PFL didn't have any weight, at least in that year, maybe it will be, I don't know. But do you know what weight you're going to be, in the middleweight or in the middleweight? Well, I know that I debut and start with a half-highweight weight. I want to go on a step-by-step, like on a career-stay, as it is said. I'm the size of anthropometry, and I don't need to drive a lot of weight. I don't even sit on diet. I eat everything that's all, I drink, 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 I drink. And I do it with the power of 7.7, and I do it with the power of 7.7, and I do it with the power of 7.7. And in the plans, there is to be a better, to be better, and then be the power of 7.7. If there are some interesting battles with such legends, and with the power of 7.7, I don't have any problem. My physical data, my skills, my skill is allowing me to do it. I will say, again, I'm in the power of 7.7, and I'm in the power of 10.8. И очень неплохо, очень хорошо выгляжу в этом работе с ним. Продолжение следует... Мы не знаем точно какой формат будет, турнир, там у них и пей-пер-вью будут против Беллатора. Ты уже примерно знаешь, рассчитываешь, сколько боев будет, на что настраивается, или как пойдет, как расклад, то есть ты на все готов? Да, я готов ко всему, что мне предложат, мне не терпится поскорее выйти, я уже в форме, я бы вышел, если бы мне даже сказали, за 10 дней, просто бы сделал вес, изучил соперника, мне этого хотел бы неделя, 10 дней, уже вышел бы я с радостью, с удовольствием, я спокойно делаю любые, сколько хочешь раундов спаррингов, борьбы, я в хорошей физической форме, я всегда тренируюсь и в физической форме, и делаю кроссы, и спарринги, и борьбу, и завтра у меня утром борьба, и вечером у меня специальная физическая подготовка ОФП, вот. И я хотел бы, я слышал, что меня, я буду один из участников гран-при, и я очень рад, потому что мне придется каждые 2 месяца драться, за 7 месяцев 4 боя, вот, и мне этот формат нравится, потому что я застоялся, заждался боев, я голоден, и хочу как можно на этом году наверстать свои бои, свои поединки, и проводить их зрелищно в доминирующей манере. Да, есть, есть у нас есть ураганство с форматом, с ураганом, и мы не знаем, что сейчас я готов для всех. До того, как я слышал, я должен быть готовым в гран-при, в гран-при, в гран-при, потому что, для меня, это лучшая option, это будет мне успеем, это будет 2-3, 4 фights в году, у меня, по каждому двух месяцев вы έχете т Развάзть, и это рода, и я не люблю купить время, и я практически готовлюсь, и они пишутся, если я хотела у меня, если я тюнинг, я готовлюсь в 9-10 дней, я готовлюсь в 8-10, я готовлюсь в 8-10, я готовлюсь в 9-20, но в 2-10 в 10-10, я готовлюсь в 9-10, я готовлюсь в 9-10, я готовлюсь в 10-10 сеанс, я готовлюсь в 3-10, Ну, я так понимаю, новую лигу заходишь, ты, конечно, голодный, хочешь себя доказать. И учитывая твои навыки, у тебя есть хорошая возможность этот миллион забрать и в первом году. Вообще, заходя в лигу, в PFL, как ты думаешь, у тебя твои доминирующие самые навыки, которые ты можешь против практически любого бойца поставить, какими будут? Последний, какого был вопрос? Какие навыки у тебя, которые ты думаешь, доминирующие, которые ты сможешь употребить против любого бойца из PFL? В чем ты доминируешь? Мой самый главный навык – это моя борьба, мой контроль, мой напор. Я могу проходить, бороться весь поединок, сколько мне угодно. И соперники уже сразу, в первых минутах боя почувствуют, поймут это. И угрозой, я опасаясь моей борьбы, я очень использую хорошо в этот период свою ударку. Вот. И удивлю и в этом, в этом аспекте их. А так, будет очень тяжело им справиться с моим давлением, моим прессингом, борьбой. И также им очень не издевать. И им придется отвлекаться на мою борьбу, защищаться. А там и последуют удары, и я думаю, скоро многих удивлю своих оппонентов в этом. И я знаю, что вы можете успеть на мой борьбу. будет ли это гран-при или какие-то единичные пока бои но мы все ждем вашего дебюта и будем смотреть спасибо постараюсь не подвести и показывать зрелищные красивые поединки надеюсь вам понравится thank you so much i'm glad to be here i'm gonna put up show fights and looking forward to this season